Добро пожаловать на последний топ Формулы 1 на гран-при Абу-Даби. Что ж, последняя гонка второго сезона, которую мы провели довольно в хорошем русле. Конечно, всё начиналось не очень, если вспоминать Бахрей, когда темпы просто не было, а потом был Китай, которым ничего не получалось ни на тестах, ни в квалификации, но потом резко выстрелили именно в гонки. Что ж, по итогу мы продолжили доминировать по истечении всего сезона оставшегося, и из 21 гонки в Вильямсе мы выиграли 18, и также ещё выиграл 2 Сироткин. Итого мы получили 20 гонок, выигранных нашей командой, что неплохо довольно. Но если взять в расчёт то, что мы с Сироткиным редко проходили именно дублем первым-вторым местом, чаще всего либо я выигрывал, либо Сироткин 2 гонки, опять же, в основном Сироткин где-то был позади, и из каких-то проблем, там, где-то сломает крыло, где-то ошибётся, где-то ещё чего-то у него случается и тому подобное. Окей, 2 гонки у нас были дублем, это Баку точно, и в России был точно дубль, в остальных, честно, не помню. Ну окей, перейдём к стартовой решётке этого этапа. Первый я, второй Сергей Сироткин, третий Льюис Хэмерсон, четвёртый Вальтер Рибозович, пятый Ким Райкленд, шестой Сергей Рибозович, седьмой Сабанакон, восьмой Макс Ферстаппин, девятый Ким Магнусон и десятый Себастьян Феттель. Как обычно, последний этап, куча штрафов, ну, не такая куча, как было на предыдущем этапе в Бразилии, где было больше половины пелотона, но, опять же, большое количество. И последний этап я, собственно, не особо хотел комментировать, больше приводить какие-то итоги, потому что, ну, комментировать здесь нечего, так как нету опять повторов. Ну да, просто нажал, как обычно, «Продолжить». Ну, что с меня дебила взять? Собственно, стратегия стандартная, два пидстопа, мягкая стратегия, ультрасофт, ультрасофт, гиперсофт, ну, шлен гиперсофта, и, собственно, последний старт этого сезона. Собственно, стартую, неплохо стартую, ну, точнее, как неплохо, с пробуксовкой, Сирускин, когда тоже вяло стартанул, судя по тому, как он даже не прилетелся ко мне, И по итогу я спокойно начинаю отрываться. Ну, и какой этап без моих кривых, блин, прохождений поворотов, Особенно в Абу-Дабио, где идет скоростной правый двойной поворот, Переходящий в медленный правый поворот 90 градусов, В котором я ошибаюсь, разворачиваюсь и теряю время. Плюс давлю на тапку, из-за чего у меня идет пробуксовка, И я нагреваю задние колеса, из-за чего теряю полностью сцепление, И кое-как, договыляв до пидстопа, успеваю дрифтовать только в каждом повороте, Кое-как поменялся резину, и уже продолжу гонку. Понимаете, продолжу гонку уже не с... Где-нибудь в середине пилотона, а с последних позиций как-никак. Ну, в принципе, ничего нового. В Бразилии где-то я там зафейлил, вроде бы в России зафейлил, Где я только не фейлил. Ну, хотя бы это позволит разнообразить как-то гонку. Все-таки, если я буду просто показывать то, как еду только на первом месте, Ну, не особо это интересно, да и показывать мне особо нечего будет в таком случае. Было в том же Баку, где я просто всю гонку лидировал. Последние несколько этапов, я даже не помню, где я в последний раз хотя бы лидировал полностью гонку. Все время у меня были какие-то казусы. Ну, куда уж, так сказать, без них. Ладно, кругом позже я догнал все-таки группу остающих, Ну, которые находятся сами каким-то образом на Рено. И как-то вот для Рено этот сезон складывался очень печально, Потому что чаще всего я их видел именно где-то в конце. Ну, может быть, в новом сезоне Рено повезет больше. Также Торророса, который порой удивлял своим темпом где-то, но не более. По итогу все равно является самой днищенской в нашем турнире сейчас с командой. Ну и, собственно, атака на Хартли. И вторая моя ошибка слишком полезна. Ну и плюс Хартли так уж сильно заузил прям. Обычно делают ждаев-бомбу и тебе уступают место. Но тут Хартли решил отомстить мне за Бразилию, То, как я его просто банально выбил с гонки, сломав переднюю правую подвеску. Окей, собственно, немного пострадав, снова догнав Саенса, Также уже кто-то начал заезжать на пистопы, Именно там Ветель и Ферстапин заехали точно. Я начал потихоньку догонять. С Хартли я уже решил разобраться просто Тайв-бомбой в последнем повороте. Благо я успел подъехать на дистанцию атаки И спокойно без проблем уже опередил без лишних разворотов. А то как-то больше одного разворота на этапе у меня нигде еще не было. Потом Хюргенберг мне еще уступил позицию позже. Ну и по итогу, погоняв несколько кругов за Перецевым, Который просто был в одном тэпе со мной, Все-таки обогнал его. Ну и плюс мы подъехали за это время к предыдущей группе лидеров, Которых был Ферстапин. Да, до этого я сказал, что Ферстапин делал постоп, Но это, я ошибся, значит был Риккардо. Был Райканен и Ботас Хэмингтон. Сирот не начал уже оторваться потихоньку. Но в принципе оно и логично. Все-таки на этот этап нам приехали 3 последних обновлений в ДВС. Именно 2 значительные модификации на мощность и 1 незначительная на ЕРС. Соответственно в ДВС осталось прокачать Вильямсу только разу. Капитальное обновление на ЕРС, Незначительное обновление на топливную систему, Причем вроде 2 штуки, И значительное на топливную систему. И все. А, ну еще значительное, точнее капитальное обновление на мощность. Итого, Вильямс по сути в плане скорости не сильно вырастет в новом сезоне. Скорее, потому что им просто нет уже модификации, Которые осталось прокачать для скорости. Я уже все что можно почти выкачал, кроме одной. Соответственно, Вильямс будет не так сильно прогрессировать в скорости, Как это было в последнем сезоне, Где мы прокачивали активно и ДВС, и шасси. После своего второго пистопа я возвращаюсь уже позади Хэмилтона, Но причем позади прям вот в секунде где-то примерно. Соответственно, мне ничего не стоило взять и вот догнать. И периодическое это время. Собственно, вернемся опять же к обновлению нашего шасси. После первой практики я еще заказал последнее обновление, которое приедет в Австралию уже, Где меня не будет в команде. Ну, логично. Последнее обновление в шасси, связанное с гидравликой, То есть распределением веса. Это значительное было обновление. Дальше уже Велимс будет сам качаться, Ну и также у нас в третьем сезоне будет изменение регламента. Посмотрим, что у нас будет изменяться. Ну и собственно, борьба с Сироткиным, Которая закончилась так, не успев начавшись. Почему? Просто Сироткин сходит. И причем в этот период я успел троллить еще вправо, И не повредив себе перейти круга. Вот так пришлось бы уже в третий раз езжать на пинстоп. Обидно, досадно, Не получилось вот в последней гонке дубль. Хотелось, конечно, это сделать. Ну, окей, всякое бывает. Тут даже не хватает такой грустной музыки из Титаника. Ях. Ну, надеюсь, по крайней мере, в следующем сезоне Сироткиным все будет лучше получаться, Потому что его постоянные ошибки, Плюс вот этот сход, ну, как-то плохо у него прошел этот сезон, Мягко говоря. Ну и, собственно, последний круг, последний поворот. Хочу сделать какой-нибудь бублик, Но делаю его кривым, Въезжаю еще в отбойник, У моего переднего текла слева. Ну, окей, это финиш тут метров 100 проехать. Ну и, собственно, финиш этого второго сезона, В котором мы сделали все то, о чем я говорю раньше. Чемпионский титул мы заработали еще в России. Кубы конструкторов мы выиграли еще в Америке. И просто за счет нашего преимущества мы это все смогли выиграть. Также у нас на команду идет 20 побед, 18 из которых принадлежат, опять же, мне. Могли быть все 20, но в Венгрии я сошел, К сожалению, из-за своей тупой ошибки. Ну а в Мексике Сироткин все-таки показал, Что он все-таки что-то да может. Поэтому надеюсь, что в новом сезоне он продемонстрирует это И сможет выиграть уже титул. Собственно, контактов в гонке было не особо много. У вас сошедших это Макс Верстапин и Сергей Сироткин. Ну и что ж, переходим уже к последним очкам нашим заработанным, Которым мы не можем уже потратить. Ну и встречается с Эмма, С тем, что мы неплохо провели сезон. Ее ценность также выросла в 10%. Ну и тому прочее. Собственно, у нас будет выбор контрактов. Точнее, либо остаться в Вильямсе, Ну, либо перейти в другую команду. Про другую команду вы уже узнаете в следующем видео. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, Ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока.